Привет, друзья! Спасибо, что иногда мне пишете в личку, когда следующий видос, когда пропал. Как-то жизнь ведет стремительно вперед. Постоянно в разъездах. Сейчас в Соединенных Штатах. Стат в Колорадо. Место называется Астер на Хиггеймсе. Город Тампа. Это американская мечта. Флорида, детка. Ладно, шучу. Вот она, настоящая американская мечта. А следующий видос, вот он здесь, готов. Очень хотелось бы, конечно, поменьше выебаться, но пока нет такой возможности. Ну, действительно, такая возможность сейчас, к сожалению, отсутствует, потому что мы с семьей переехали на зиму на Гавайские острова, северное побережье острова Оаху. Вот наш бассейн. Кстати, нужно включить воду. Трин, тебе нравится на Гавайи? Да. Ну, между поездок, когда я бываю дома, всегда заскакиваю в гараж. Все равно что-то там делаю. Люблю повозиться. Поэтому материальчик есть. И смогу даже сделать монтаж отсюда. Вот наш прекрасный сад перед домом. Кстати, вместо немецкого гелика, у нас тут американский гелик. Меня, кстати, часто задавали вопрос, стоит ли брать такой Wrangler вместо Гелендвагена. Он все-таки дешевле. Я считаю, что это очень клевый молодежный вариант. Клевая тачка. В ней стопудово есть своя изюминка. Если хотите, сделаю на него обзор. И вот мы дома. Сегодняшний эпизод основан на заранее отснятом материале. Где-то месяц назад немножко позанимался геллендвагеном. Сегодняшняя серия – это продолжение саги о тормозах и улучшайзинге. В комментариях был вопрос по замене поршней и манжетов. Сегодня я покажу, как это делается на примере оригинальных тормозов от G55. Ну а также, помните, я вам говорил. В принципе, тормозят неплохо, но есть задумка поставить тормоза от G63. Если попадутся на глаза хорошие деньги, то обязательно приобретут. Так вот, получилось найти тормоза. Комплект дисков и суппортов от G63 AMG шестипоршневые. Но они были в очень плачевном состоянии, поэтому их отдали по очень хорошей цене. Абсолютно ржавые. Не знаю, где они валялись. По идее, диски были на выброс. Но я решил попробовать их восстановить. И это удалось. Они поддались реставрации на станке. Поэтому это был проект не купить и поставить. Это был проект купить, восстановить, отреставрировать, поставить и кататься. Но кататься будем еще не скоро. Нам еще тут месяц наслаждаться теплым климатом. Но перед отъездом успел сделать этот проект. Поэтому новая серия прямо отсюда, с острова Оахо. Погнали! Вот, только что распечатал посылку из Риги с тормозами. Так они пришли. Первым делом я попытался растворить ржавчину специальной химией. Но слой был слишком толстым и не поддавался обработке. Сами суппорта хорошо защищены от коррозии. Поэтому их нужно было просто перебрать и хорошенько зачистить. В случае поддержанных суппортов главное, чтобы вентиляционный ниппель раскрутился и случайно не сорвал резьбу. Потому что ниппель сам из более твердого материала, чем суппорт. Для проточки поверхности тормозных дисков существуют специальные аппараты. Диаметр этих дисков 375 мм. Это размеры спортивных дисков. И такие аппараты, конечно же, предназначены для более демократичных тормозов. С работой мне помог знакомый токарь на большом индустриальном станке. Аккуратно сняли слой ржавчины. Получилась идеально ровная, матовая, немного шероховатая поверхность. В итоге номинальная толщина диска составила 35 мм. И это практически новые тормоза. Полировать поверхность не стали. Это сделают новые оригинальные колодки от Brembo в ходе обкатки. Также вы можете видеть, зачистили сердцевину диска. А вот и сам суппорт. Чистый и красивый. А теперь пришло время примерить диски и суппорты. Диски G63 подходят на G55 как родные. Ну а суппорты, как я рассказывал в прошлой серии про тормоза, не подходят на поворотные кулаки от G55. Проблема состоит в кронштейнах, которыми суппорт крепится к кулаку. Вот это оригинальный кронштейн от Brembo. А вот этот наш кастомный, специально произведенный для того, чтобы установить тормоза. И как вы видите, не сходятся отверстия болтов. На кулаках G63 болты крепятся более узко, примерно на полсантиметра уже. Пока готовились новые кронштейны, а это заняло какое-то время, я использовал этот момент для того, чтобы обслужить задние тормоза. Задние тормоза на G55 такие же, как на G63, и поэтому их просто капитально обслужили. Сейчас расскажу почему. Помните, я вам говорил? Нередки случаи, когда появляются трещины. Если будут какие-то трещины появляться, ну тогда придется ответить за понты и купить новый тормоза. И по иронии судьбы, вот собственно и сам результат. Разумеется, пришлось заменить диск, а также поршни, манжеты и все прочее, что входит в ремкомплект данных тормозов. Трещина, конечно же, образовалась в месте перфорации, как это чаще всего бывает. Давайте рассмотрим ремкомплект. В него входит поршень, манжет, прокладка для поршня, пыльники направляющих, колпачки, крышка ниппеля и сам вентиляционный ниппель, ну и также смазка. Комплект французской компании AutoFriend. При работе с тормозами всегда зажимаем тормоз. А теперь можно приступать к работе. Для того, чтобы заменить поршень, нужно сначала извлечь старый. Я покажу два метода, как это сделать. В случаях, когда поршень застревает, можно использовать свою же тормозную систему машины, надавливая на педаль тормоза. Основной тормозной цилиндр поднимают в трассе давление, и поршень обязательно выскочит. Разумеется, лучше отойти в сторонку. При втором методе используется воздушный компрессор, и с помощью пистолета поршень просто выдувается. Вот так выглядит старый поршень. Я думаю, он никогда не менялся. А вот новый, готовый к установке. Теперь нам предстоит снять манжет. Манжет – это не просто резинка, по внешнему контуру. У него металлическая скоба, которая плотно удерживает манжет на корпусе суппорта. Можно использовать отвертку, по кругу отодвигая его от корпуса. А вот так выглядит свежий манжет. Сейчас мы его установим. Но перед этим подготовим корпус суппорта. Достаем старую прокладку, которая герметизирует ход поршня в цилиндре. От состояния стенок цилиндра обычно тут чисто. Снимаем пыльники. У поршня есть паз. За него будет держаться горлышко манжета. Перед тем, как все собрать, хорошенько все очищаем. Подготавливаем цилиндр и место посадки манжету. Здесь стоит не полениться и хорошо подготовить посадочное место. Все чисто. Теперь можно установить новую прокладку. Она в конце цилиндра прилегает к стенкам поршня. Тем самым достигается плавный ход и герметичное соединение. Используем смазку из ремкомплекта во всех узлах, где есть трение. В первую очередь на самом поршне он должен легко вталкиваться голыми руками. А теперь можно установить манжет. Натягиваем его на поршень. А затем по контуру фиксируем его плотно на корпусе суппорта. Наружная часть теперь крепко сидит на своем месте. Затем, знакомым нам методом, выдуваем поршень из цилиндра. Затем внутреннее колечко манжета можно вдеть в паз на поршне. Теперь манжет зафиксирован. Проверяем его голыми руками. Все на своем месте. Устанавливаем новые пыльники. Их тоже смазали той же самой смазкой. Через эти пыльники проходят направляющие, которые связывают суппорт со скобой тормоза. А теперь заменяем вентиляционный ниппель на новый. Аккуратно выкручиваем старый. И затем вкручиваем новый. И вот наш чистый, свежий, подготовленный суппорт готов к установке. Вот так он ставится на скобу тормоза. Направляющие сделаны из очень прочного, надежного материала. Поэтому обычно они в ремкомплект не входят. Их нужно просто очистить и подполировать. Ну вот установили новый диск. В этот раз он не перфорированный, потому что времени было мало. И в Эстонии перфорированный не нашел. А вот старый, о котором я рассказывал в прошлом ролике про тормоза. И качество оказалось не самым лучшим. Только что показанную процедуру проделали на обеих задних тормозах. На новый диск ставим новые колодки. В этот раз не Brembo, а TRW. Ситуация с испорченным диском экстренная. Поэтому это был единственный вариант, который был в наличии в Сталине. Теперь осталось только установить колодки, установить датчик износа. И можно собирать тормоза. Проталкиваем направляющие сквозь смазанный пыльник и вкручиваем их в скобу. При осмотре испорченного диска видно, что трещина серьезная. Это прямо какой-то кратер. Тормоза собрали. И теперь время залить новую тормозную жидкость. Как всегда, Дот 4+. И в этот раз от компании Febi. А теперь, друзья, переходим к самой приятной части. Модификация, которую на велике давно хотел сделать. Наконец-то ставлю шестипошневый Brembo от G63. Сняли старый диск от G55. И ставим новый от G63. Он на 2,5 см крупнее по диаметру и почти на полсантиметра больше по толщине. Откручиваем старый кронштейн. По болтам видно, что корпус тормозов и кронштейн на заводе красятся в сборе. При нормальных обстоятельствах никогда нет особой нужды в снятии кронштейна. С новым установленным кронштейном установка Plug and Play. Все быстро и просто. Но на кулаках 55-го крепление суппортов в передней части. А когда эти суппорта ставятся с завода, они с задней стороны колеса. Разница, конечно, исключительно визуальная. В прошлый раз я сказал для того, чтобы установить тормоза от G63 и чтобы оно все было, так скажем, по фэнкшую и выглядело оригинально, нужно еще менять кулаки. И как зритель по имени Виктор корректно прокомментировал, кулаки менять можно между собой левой на правой и все будет как на 63-м. Спасибо, Виктор. Это правильный вариант. А теперь продолжим пилинговать. А вот это весьма интересная часть работы, потому что нам придется довольно глубоко углубиться в ходовую часть Гелендвагена. А это очень мощно и очень солидно. Посмотрите на толщину стабилизатора. Вот с рулевой коробки рулевая тяга идет на правый кулак и с правого кулака такая же мощная штанга идет на левый кулак. Поворотный шар здесь по размеру как арбуз. Короче, все, кто говорят, что Гелик не рулится, у вас просто неправильное ожидание. Тут фишка совсем в другом. Он передает водителю ощущение управления военной техникой. Ну что ж, переходим к замене кулаков. Вот исходная точка, новый суппорт на неправильной стороне. Снимаем суппорт, диск, тормозные шланги, датчик АБС вынимать не надо, да и он обычно оттуда живым не выходит. Если пройтись по проводке, у него на проводе есть коннектор. Снято ступица и виден приводной шрус. Кулаки и тяги снимать не надо, их можно подвесить на затяжках. Продолжаем разбирать и снимаем шарнирный кожух. Именно он будет переставляться справа налево и слева направо. А кулаки на самом деле не переставляются. Под кожухом открылась ужасная картина. Зажеванный фиксатор пыльника приводного шруса. Озвучку я буду делать прямо под открытым небом, поэтому могут быть слышны звуки птиц, куриц, ночных свечков и всего подобного прямо из джунглей. Порткоды всего, что нужно заменить, как всегда, в описании видео. После снятия кожуха у нас остается оголенный приводной шрус. Все уплотнительные элементы и прокладки при такой работе стоит заменить, тем более их стоимость копеечная. Как вы можете видеть по началу порткода, запчасти здесь неизменные с 1979 года. Шрус и вал извлечены и теперь это все можно хорошенько зачистить. Навели чистоту до блеска, установили новые резинки в кожухе и теперь все готово для сборки в обратной очереди и в противоположном направлении. Смазываем все новой смазкой. Есть, конечно, некоторые нюансы, но в целом процесс сборки-разборки достаточно прост. Ну вот, ступица на месте, это левая сторона с развернутым кожухом, позаимствованным с правой стороны, так что ушки крепления суппорта находятся позади колеса, как на 63-м. Примеряем кронштейн. Вот вид с другой стороны уже с установленным суппортом. Все готово. Только что установили колеса, выехал из гаража и теперь можно ехать и обкатывать. Забегая наперед, могу сказать, что стало определенно лучше, но более подробно смогу описать свои эмоции и результаты, пожалуй, в одном из следующих роликов. Так что, ребята, подписывайтесь, кто еще не подписан, ставьте лайк и до скорых встреч. Друзья, примерно год назад я решил попробовать сделать свой видеоблог на ютубе. И, судя по реакциям, похоже, получается не так уж и плохо. Несмотря на то, что для контента я выбрал русский язык, хотя в ежедневной жизни я его почти совсем не использую. Но я выбрал себе такую аудиторию, она мне интересна. И в результате большинство просмотров приходят из стран СНГ. Как минимум, две из этих стран сейчас воюют. В Украине война, Россия напала, гибнут невинные люди, дети и русские солдаты. В связи с тем, откуда у меня аудитория и из каких стран люди подписываются, мне как-то было странно не отметить сегодня эту тему. Я призываю всех осуждать эти военные действия и быть против агрессии и кровопролития. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok